Боя Артёма Лобова и Умара. Да, конечно, мне было бы интересно, но я надеюсь, меня подпишут в UFC. Именно Фёдора весомее, потому что все равнялись на него. Лобова и Умара, это вот зависит только от Умара. Насчёт Артёма точно не знаю, буду биться с ним или нет. Я планирую провести свою защиту и надеюсь, меня подпишут в UFC. Для меня важнее стать бойцом UFC, нежели драться с бойцом отрицательным рекордом. Посмотрим. Да, конечно, мне было бы интересно, но знаете как, было бы интересно его побить, но драться с спортсменом, у которого отрицательный рекорд, который больше 15 раз проигрывал, что мне это даст? Это не даст для меня ничего, это будет шаг назад. Если бы мне предложили бы контакт в UFC и бой с Артёмом Лобом, я бы пошёл бы в UFC. Это, знаете как, это Артёму более интересно, думаю, бой со мной, нежели мне с ним драться. Вопрос к Умару. Раз мы заговорили о видео, которые пару дней назад появились в социальных сетях, вот пару дней назад и в социальных сетях, и в СМИ появилось видео избиения Расула Мирзаева, которое случилось в декабре 2016 года. При этом причастными к этому назывались родственники Хабиба, и говорили, что избиение произошло из-за неуважения со стороны Мирзаева к Хабибу Нурмагомедову. Можете просто немного рассказать о том, что известно вам, и выразите свои эмоции от просмотра этого видео. И последнее, как гражданин России, скажите, считаете ли вы нормальным, что за три года виновные в этом не понесли никакого наказания? Сначала причастна ли наша семья к этому? Абсолютно не причастна. Это была стычка у них, где сидел Расу Мирзаев, сам об этом рассказывал, где он сидел с Артемом Лобовым, подошли к нему ребята, там начали докапываться до Артема, и он дал им сдачи. Причастности вообще ноль нашей семьи. Наоборот, наш брат ему говорил, Расулу, что будь осторожен, что эти ребята хотят что-то сделать. И посмотрел это видео, честно сказать, это очень жестоко. Никакой поддержки. Я не считаю, что это правильно. Если у тебя есть какая-то обида, сам сделай то, что ты хочешь. Зачем кого-то брать с собой? И то, что они понесли наказание, это, по-моему, потому что их не нашли. Если бы их нашли, они понесли бы, наверное, наказание. Это вопрос следователям, а не ко мне, я думаю. В сети много и часто спорят о том, кто же все-таки более велик. Орел, который еще не знает, что такое поражение. И император, который знает, что такое поражение и доказал свое величие. Вот лично ваше мнение, вас четверых, может быть, вы лично не скажете, кто более великий, но хотя бы чей вклад в ММА можно более достойно оценить? Чей больше вклад? А пират – это Тони Фергусон, имеется в виду, да? Кто это? Император – это Федор Емельяненко. Я просто не знал. Пират? Император. И последний, причем последний. Я тоже услышал пират. Последний император. Последний император. Я думаю, знаете как, Федор Емельяненко принес этот вид спорта в Россию и положил фундамент для него. Его вклад незаменимый. Это человек, который начал в прайде. Он был для всех нас примером. И Хабиб продолжил. Но я думаю, вклад именно Федора весомий, потому что все равнялись на него. Он даже, по-моему, в книге рекордов Гиннеса не проигрывал 10 лет. И поэтому, я думаю, это тоже великий боец. И я думаю, но Хабиб может его догнать. Если Хабиб, например, сделает еще пару боев, выиграет Тони Фергюсона, GSP, с Конором реванш. И я думаю, ММФ России в разы более станет популярнее.